Друзья, всем привет! Поговорим об Олимпиаде. Вчера открылись Олимпийские игры в Париже. Ну и что несется по миру и что несется в российских болотах. Кто там из россиян все-таки тушкой чучелом пролез на соревнования. Сейчас обо всем подробно. Не забудьте подписаться на канал. Жмите кнопку лайк, палец вверх. Комментируйте, что я сейчас расскажу. И присоединяйтесь к нашему сбору на маскировочные сети для ЗСУ. Поехали! Итак, друзья, у нас очень действительно интересная реакция на открытие вчерашней Олимпиады. Я, знаете, не буду давать оценки. Мы здесь с вами не обсуждаем. Кому-то нравится одно шоу, кому-то нравится другое шоу. У нас тут с вами политический YouTube. А вот политический это какое-то просто извержение вулкана вызвало в России. И что они несут, и что они говорят, это нужно просто узнать. И об этом я расскажу. Ну и по сути, кто там представляет. Потому что мы же прекрасно понимаем, что для России спорт никогда не просто спорт. А это всегда для этой империи часть политики. Именно поэтому я, как делегат Украины в ПАСЭ, активно боролся против того, чтобы российские спортсмены были на Олимпийских играх. Мы принимали резолюции, соответствующие в ПАСЭ, встречались с Международным Олимпийским комитетом. Наша позиция была, что вообще не должно быть россиян и белорусов. Но МОК занял другую позицию, но установил такой жесткий фильтр политический. То есть человек, ну, во-первых, спортсмен, конечно, должен пройти спортивный фильтр, это понятно. Но второй вопрос, что политический фильтр, кто, что это за люди, как они себя ведут, ну, чтобы они ни в каком виде не участвовали в войне российской против Украины. В итоге этот фильтр прошло только 15 спортсменов российских, причем из них половина это теннисисты. То есть на все остальные виды спорта там 8 спортсменов и 7 теннисистов. Что мне интересно, ну, то есть Россия не участвует ни в церемонии открытия, ни в закрытии. Не может быть использована государственная российская символика, даже в случае победы их спортсмена. Их спортсмен не может ничего надевать, должен быть просто в однотонной одежде и все. Ну, то есть полностью Россия и Беларусь, подчеркну я это все про Россию, как страны-агрессоры, полностью изолированы от нормального участия в Олимпиаде. Лучше бы, конечно, и этих 15 не было, но все-таки там у них-то планы были совершенно другие, только эти 15 пролезли. Ну, и среди пролезших 15 вот я собрал, кто эти люди. Там часть тоже, конечно, лучше бы не пускали. Тамара Дронова, ну, это типа, это же не все, они уже не спортсмены, представляющие Россию. Это нейтральные спортсмены. Ну, вот послушайте, Тамара Дронова, велоспорт. Значит, работала в структуре силовиков «Динамо», ездила в оккупированный Крым в 16-19 годах, о чем сама рассказывала в интервью. Напомню, что в России же спорт очень сильно подвязан под силовые структуры. Есть спортивное общество ЦСКА, Центральный спортивный клуб армии. Это все армейское, все Минобороны России. Есть «Динамо», это спецслужбы, это МВД, это ФСБ и так далее. Там создаются спортивные роты, где люди проходят как бы службу, на самом деле не отрываясь от тренировок. Потом их задача прославлять русскую армию, их силовые структуры и прочее, прочее, прочее. Поэтому, конечно, говорить о каком-то спорте в отрыве от политики в России смешно. Вот я уже сказал про Тамару Дронова. Анжела Блатцева, прыжки на батуте. Выступала на соревнованиях в российском Краснодаре, где чемпионат России проходил на фоне большого баннера с гигантским символом «Зет» из Георгиевской ленты. Напомню, требование МОК, что спортсмены не могут участвовать в любой деятельности, связанной с поддержкой войны в Украине. Алексей Каравашков, гребля на байдарках и кону. Это вообще уникально. Он себя позиционирует русско-преднестровским спортсменом. Само провозглашенное Приднестровье, естественно, никто в мире не признает вообще. Даже Россия его не признает. Это понятно. Поэтому это прямо нарушает регламент МОК. По регламенту МОК, согласно Олимпийской хартии, зона юрисдикции Национального Олимпийского комитета должна совпадать с границами страны, в которой он основан. То есть, Каравашков, он либо должен представлять Россию, либо он должен представлять Молдову. Уже никакого Приднестровья не существует. А быть Россией с янином-приднестровцем, ну какой-то бред. Ну, в общем, то же самое касается белорусских спортсменов. Анастасия Шкурдая, Евгений Золотой, Дарья Чуприс. Они все это спортивные организации при Минобороне Белоруссии. В общем, все понятно. Сразу скажу, там 140 украинских спортсменов. И, конечно, будем за них болеть и переживать. И желаем им успеха. Ну, а теперь давайте к открытию. Значит, это реально, значит, что устроила там российская все. Не только пропаганды, которые привыкли, но типа либералка Ксюша Собчак. Боже, как она обгаживает это открытие. И форменная безвкусица. И позорище ужасное. Ну, и, в общем, посмотрите, посмотрите, вот что она пишет. Дальше ей на это сообщение отвечает ее бывший коллега Денис Китаев. Он просит визу в Центр Франции обратить на нее внимание. Ну, в общем, и не давать больше визу Собчак в цивилизованные страны. Очень правильно делает. Ну, и потом, конечно же, обогатюкинг полный. Ну, и потом Собчак пишет, боже, да он же на меня стучит. Или вот посмотрите, кстати, очень красивый вот этот флаг французский, как было на мосту. Вообще была другая концепция. Не на стадионе, как обычно привыкли, а открытие было на Сене, в городе. Ну, там подвела погода. Дождь, кстати. Они уже в своих передачах дурацких рассказывают, что еще Лужков умел тучи разгонять. Поэтому французы ничего не умеют и вообще все под кайфом. Да, ну вот посмотрите, сам момент вот этого флага действительно красивый. Ну, а вот теперь посмотрите пост Собчачки, который и это, значит, говорит, ну да, ну флаг это единственное, что красивое. Ну, в общем, продолжает пинать эту Олимпиаду как может. Ну, еще одних вот этих, которые сидят в Соловьев Life, значит, они рассказывают, что вообще вся эта Олимпиада это сатанизм. Не больше и не меньше. Послушайте. Потому что многие обратили внимание на всю ту жесть, которая происходила, называли это балом сатаны, французским стыдом. И сколько мы не видели уже определений, а буквально-то ночь всего лишь одна прошла. Но уже и мемы ширятся по американским различным и западным, и европейским соцсетям. И чего, каких только реакций нет на весь тот ужас, который мы увидели на открытии Олимпиады. Ну, конечно, кто уж с ними-то может сравниться. Кстати, Собчачка, вы видели, пишет, что Сочи это просто топ. Вот Сочи такая вот фашистская Олимпиада прямо перед вторжением в Украину полномасштабная. Вот и ей топ. Ну, что она такая Собчак, мы давно с вами тут поняли. Хотя многим она еще какое-то время даже морочила голову. Ну, и как итог всего этого, такая Лада Дэнс, я думал, что давно умерла. Она еще жива, оказывается, что еще жива. И вот она решила в эфире другого их пропагандистского канала, что вообще России нужны свои Олимпийские игры. Вот все, посмотрите. А почему, по-вашему, Запад так пытается изо всех сил изолировать и надавить на русский спорт, на русскую культуру? Потому что это касается в том числе и музыки, и театра, и кино, и все, что вот связано с культурой. Почему так сильно пытаются бить уже два с половиной года? Ну, мне кажется, это решила какая-то кучка людей. Вот у них есть какой-то, знаете, такой алгоритм поведения. Вот и все. Ну, как он может еще вот куснуть, ужалить, да? Но они не понимают, что на самом деле, ну, не поехали, не поехали, да ничего страшного. Господи, надо вообще создавать какие-то свои Олимпийские уже игры в другом направлении, да? Какие огромные страны, с которыми можно также объединиться. И делать там свои Олимпиады, можно в своей стране, да, поднять, чем мы, собственно, и занимаемся. Кстати, мы должны сказать, что все эти истории, все эти санкции только укрепили наше государство. Я вижу изменения. В какой-то момент было немножко страшновато, действительно, в начале. А сейчас нет. Все развивается, все растет. Вкусно, красиво, как города преображаются. Я предлагаю России уже сделать свой глобус, глобус России, свои Олимпийские игры, все свое, как и там пишет Подоляк. Они прогнулись только мы, белорусы, мол, под сатанизм. Кстати, еще один предатель. Но зачем им это все нужно? Пусть уже полностью там укуклятся, и Северную Корею еще к себе возьмут в свой глобус. И вместе там устраивают соревнования по поеданию блинов с лопатой, метанием кизяков и прочие их русские народные забавы. Друзья, держим строй!